Всем салют, на связи рубрика InBitVetalk и сегодня у нас в гостях настоящая легенда петербургской электронной музыкальной сцены Кирилл Багус. Кирилл, привет! Привет! Меня еще никогда легендой не называли, спасибо! В моем понимании так точно Слушай, Кирилл, хотим задать несколько вопросов чтобы просто поближе узнать поближе с тобой познакомиться и познакомить те, кто... Разве кто-то его не знает? Такое может быть? Такое мы, наверное, можем Ладно. Кирилл, расскажи, пожалуйста, вообще вот такой, знаешь, немножко философский вопрос Что для тебя в целом означает диджейнг как таковой? Диджейнг... Ну, я думаю, тот именно диджейнг, о котором мы с тобой говорим То, что мы понимаем под этим словом, трактовкой то это образ жизни для меня Ну, то есть это не просто техника это не просто сведение или выступление Это настоящий образ жизни Хотя, конечно же, для кого-то это может быть просто хобби Для кого-то это может быть каким-то, не знаю, там заполнением времени, пространства его, да, жизненного Это все тоже присутствует, да? Но для меня это образ жизни Слушай, а в таком случае вот интересно Как ты вообще пришел к такому ремеслу как диджейнг? Что тебя сподвигло крутить вертушки? Слушай, я думаю, что на тот момент Мне просто показалось, что благодаря вот этим двум проигрывателям Я начинал с венилов, пластинок, да? Ну, собственно, и продолжаю как бы в том числе играть и с них периодически Мне показалось, что я могу благодаря этому инструменту Этим двум инструментам что-то донести людям Какой-то момент самовыражения Я этим загорелся, как бы по сей день по-прежнему Стараюсь себе вот это вот пламя, чтобы оно немножко Даже если оно чуть-чуть притухает Я его так аккуратненько, аккуратненько берегу, берегу И подкидываю немножечко дровишек, да Чтобы оно горело, да? И несмотря на то, что я этим давно занимаюсь По-прежнему отношусь к этому как будто Как тогда, когда только начинал Когда первый раз увидел эти вертушки Зафиксировал эту эмоцию, да, грубо говоря? Очень правильно, интересно Тут же такой вопрос уже такой, знаешь, больше такой юмористический, наверное, даже Вот вспомни какой-нибудь такой самый запоминающийся смешной случай вообще во время выступления Может что-то в голову такое придет, прям вот моментально, что вспоминается Самый запоминающийся? Да Так, слушай, у меня есть просто несколько выступлений интересных Одно из них это на поезде, на поезде в городе Рига Ничего себе То есть там все было запоминающееся Там не просто какой-то один вагон Сейчас это самое начало Да, есть у меня замечательная подруга Ксения Камикадзе Это диджей И она меня пригласила, как она организовывала вечеринку Дебош-экспресс На поезде Классное название Четыре вагона Значит, в каждом вагоне по диджию Как танцполы, да? Да, да, как танцполы Прикольно И этот поезд вдоль по пригороду Риги гонял в течение вечера И вот мы играли, все танцевали Там все было запоминающееся Все, от и до С момента, как мы вступили с перона на поезд И с момента, как мы вышли с него Это было круто Понял, спасибо большое И такой финальный вопрос в завершении Какие у тебя ассоциации вызывают словосочетание In beat with trust? In beat with trust? Качество, стиль Веди вагон Ну, Саша Вагон, понятно Естественно, само собой Хорошая команда вокруг Саши И лично у меня Это Atomic Hooligan Потому что я Потому что я в свое время Попал впервые на вечеринку In beat with trust Где выступал Atomic Hooligan Это был какой-то, наверное, 2000, может, второй или третий Третий, может быть, четвертый год Это мне лет 5-6 было, офигеть Да И я помню Как бы вот эту раздачу Эту вечеринку И тогда вот Этот бренд Он так промелькнул И он осел у меня в голове После этого был еще, по-моему, Адам Фриланд Это было тоже очень здорово, круто Вот Если мы говорим про какие-то отдельные теги Да То, что у меня всплывает в голове При слове In beat with trust Мин, очень яркие вспоминания Спасибо большое за беседу Рад был с тобой познакомиться Взаимно Желаю тебе хорошего вечера Взаимно Спасибо, Иван Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...